Ну всё, Владимир Путин наконец успокоил, будет он баллотироваться на должность главы государства в марте следующего года. Аж от сердца отлегло. Слушайте, а то мы уж и спереживались, все интрига, блин, была, все думали, кто, ну кто же? Да неужели Собчак от Единой России пойдёт или, прости господи, Беркова? Фух, сейчас переведу дух и начнём. Это специальный проект реальной журналистики Вести Без Дмитрия Киселёва. Будем подводить итоги последних четырёх недель вставания с колен. Сегодня поминаем ушедший от нас ноябрь топ-7 самых абсурдных новостей и событий из российских регионов. То, о чём никогда не расскажут у дяди Димы. Поехали! Для начала предлагаю заглянуть на родину вождя мирового пролетариата в Ульяновск. Давненько не были, тем более, что в ноябре страна отметила столетний юбилей революции «Сам Бог велел». Впрочем, речь в данном случае пойдёт совсем о другом. С Владимиром Ильичём это вообще никак не связано. Город его родной без того попал бы к нам в топ, ну и к конкретике. Честно, долго думал, как к этому сюжету подвестись. Хотел даже анекдот какой-нибудь рассказать, а потом пересмотрел присланные материалы ещё раз и понял. Анекдот будет просто лишним. Ребят, вам надо это увидеть. Ноу-хау от ульяновских коммунальщиков или как на родине Ленина проблемы в системе ЖКХ решают. Ну, я правда думал, что я всё видел. Седьмое место нашего парада абсурда. Это может быть где-то там у вас на западе управляющая компания «Друг человека». А у нас в России, тем более ульяновские управляющие компании, иногда это просто царь, бог и отец родной. Как скажет, так и будет. Вот, например, около 89-го дома по улице Промышленная люди долго жаловались на открытый люк. И что же? Управляющая компания приехала и люк заварила. А сверху поставила вот такую пирамиду. Так что пройти по тротуару всё равно не представляется никакой возможности. Это, как говорят местные жители, действительно итог их просьб обезопасить тротуар, посередине которого несколько месяцев зиял открытый канализационный люк. В группу риска одномоментно попали не только дети, беременные женщины, старики, инвалиды, но и вполне дееспособные граждане. Яме на тёмной улице абсолютно всё равно, кто в неё провалится. Люди с колясками, больные ходят. У нас тут одноногий живёт, он опойт на дорогу. Вот, вот, ямы. Это вот сухо сегодня, а то дождик, когда едут машины, плюх, плюх. Итог эпопеи – ямы нет. Но пройти по этому участку тротуара сможет разве что акробат. Самое опасное время – тёмное. А поскольку фонари во дворе не горят, осенью это практически большая часть суток. Нет, анекдот, всё-таки расскажу из детства про спортсменов, представителей разных единоборств, которые, отвечая на вопрос мастера, что делать будете при ударе ногой в пах, пытались придумать какую-то тактику защиты, и только каратист сказал – напрягу причинное место, пусть ноги ломают. Так вот и ульяновские коммунальщики, видимо, действовали. Чё там изобретать велосипед, подумали ребята. Нас попросили сделать так, чтобы в этот люк никто не провалился. Мы сделали. Ни о чём другом разговоров не было. В общем, всё как России. Закапываем одну яму, выкапываем другую. Сегодня прям по святым местам ходим. Перемещаемся на родину другого выдающегося россиянина Михаила Ломоносова. А именно в город Архангельский, не поверите, но там тоже на благо Родины трудятся весёлые коммунальщики. Не думаю, что смогу чем-то удивить, потому что таких халуп, которую вы сейчас увидите, по всей России вагон и маленькая тележка. Причём, когда на такие дома смотришь, волей-неволей наталкиваешься на мысль. Вот прям в нём, в этом доме, как раз Михаил Васильевич и жил, наверное. Где-то тут на чердаке он считал звёзды через дыры в крыше. Канализацию трубопровод тоже, вероятно, лично великий учёный прокладывал, а поэтому городские власти решили оставить всё это дело в первозданном виде, не пытаясь испортить современным ремонтом шедевр, к которому прикасался человек-легенда. В общем, шестое место нашего топа. Видео о своей беде в интернете разместили сами жители. Это своего рода крик отчаяния. Другого способа привлечь внимание к своей проблеме они уже не нашли. Последние две недели здесь живут в буквальном смысле под обжигающим душем. Под крышей дома пролегает труба горячего водоснабжения. Её-то и прорвало. С середины октября и в подъезде, и в квартирах был настоящий потоп. Соседи вызывали. В соседней, в 10-й квартире, там больше текло. Там до сих пор стоят тазики, ведра. Ну и у нас до сих пор капли висят, и вон тряпка у порога. Обвалившийся козырёк, дырявая крыша и небезопасная проводка. Вот минимальный список проблем деревяшки. Получается, что на ремонт одной трубы управляющей компании потребовалось 16 дней. С чем связана такая нерасторопность, в обслуживающей организации нам объяснить не смогли. Ну так и я смогу. Просто подозреваю, все непьющие слесаря, сантехники и ремонтники уехали в Москву по программе реноваций. Почти 5 тысяч домов, ведь в столице сносить собираются. Не таких, конечно, красивых, как этот, но 5 тысяч, и рабочие руки нужны. А дом Ломоносова уверен еще постоять. Че там, пару подпорок поставить, дыры мешковиной заткнуть, да и живи, не хочу. Еще лет 20, а то и 50. Главное ведь для нас сегодня что? Алеппо восстановить и помочь Донбассу. Помните, покуда есть на свете хвостуны и дураки, обманом жить нам стало быть с руки. На Дальнем Востоке в ноябре схлопнулась очередная финансовая пирамида, фонд сбережения Восточный. Так называлась эта лавочка. Почти на 6 миллиардов рублей мошенники поимели доверчивых россиян. А вот хотите мое мнение? Знаете, мне уже самому иной раз хочется какую-нибудь пирамиду создать. Вариант поднять денег в нашей стране вообще, по-моему, беспроигрышный. И не важно, что МММ эти одна за другой схлапываются. Русскому человеку все нипочем. Он найдет другое МММ. Не МММ, так хоперинвест на крайний случай. Вот фонд Восточный. Нам же все время сказка нужна. Мы вон светлое будущее сто лет строим. Монная правда никак не наступит, но мы верим. Все равно придет такой момент, когда это случится. Миллион пирамид за 26 лет новейшей истории России канули в лету, оставив в дураках 90% населения страны. Но наши люди в булочную на такси не ездят. В миллион первой повезет, уверены граждане. Подробности у моих дальневосточных коллег. Виктория Анфимова о фонде сбережений узнала еще в 2014 году из газеты. Тогда и положила на счет 50 тысяч рублей. При подписании договора женщину заверили. Личные средства застрахованы. Сначала было 30%, потом 24%. Начисляли все, потом выдали книжку, то не было теперь. Выдали книжку. Все нормально, все это. Вот, пожалуйста. С кооперативом подписали договоры более 500 сахалинцев. В начале ноября вкладчики из федеральных новостей узнали шокирующую новость. Кооператив лопнул. На камеру говорить о случившемся готовы не все. Поэтому с еще одной пострадавшей сахалинкой мы пообщались по телефону. Я утром послушала новости и пошла сразу же. К обеду где-то они открылись и стали принимать заявления о людей, чтобы, ну, о возврате своих сумм. Офис открыт не каждый день, но на стенде указаны номера телефонов для консультации. Известно, что вся документация изъята сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями. Представители кооператива активно сотрудничают с пострадавшими. В понедельник должно состояться собрание. Ребят, не обижайтесь, но мне этих людей не жалко. Хочется задать вопрос, о чем вы думали, когда вам такой процент обещали 30? А че не 130? Но самое смешное в другом. Отец-основатель данной пирамиды, хаваровский экс-банкир Максим Серкин, уже сидит за мошенничество. Так вот, прямо там, в колонии, он этот фонд исколотил и руководил им оттуда затем. Фонд два года успешно работал в 17 регионах страны. Я не знаю, как это комментировать, но уверен в другом. Если завтра на месте лопнувшего фонда «Восточный» появится какой-нибудь другой такой же, например, западный, все эти 500 пострадавших южно-сахалинцев тут же станут его вкладчиками. Нет. Продолжаем. А еще в ноябре свой профессиональный праздник отметили любимые всеми россиянами полиционеры. Сто лет российским правоохранительным органам исполнилось, и я сейчас никоим разом не пытаюсь стебаться по поводу страстной любви граждан к сотрудникам внутренних дел. В ЦИО он провел опрос и выяснил, что доверие к стражам порядка со стороны населения за последний год существенно выросло. 67% респондентов заявили, да, этим парням мы верим. Ну, а почему верят, пояснят мои региональные коллеги, например, им там на местах проще понять русскую душу. Лучших тульских полицейских сегодня чествовали в Кремле. Там прошел торжественный митинг, в нем принял участие губернатор. За отвагу и успехи в работе сотрудники полиции получили почетные грамоты и ценные подарки. В прошлом году полицейские регионы раскрыли более 7 тысяч преступлений, пресекли свыше 113 тысяч административных правонарушений, составили 40 тысяч протоколов за распитие алкоголя в общественных местах и нелегальную торговлю спиртным. Тульская область на третьем месте в Центральной России по раскрываемости разбоев. Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 15%. Вы стоите на страже закона, порядка и справедливости. Обеспечивайте безопасность и спокойствие наших граждан. Особые слова благодарности сегодня нашим ветеранам, которые до сих пор находятся в строю и делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. А меня, вы знаете, улыбнул данный видеофрагмент и вот почему. Как правильно сказал губернатор Тульской области, вы обеспечиваете безопасность и спокойствие наших граждан. В то же время кто-нибудь обратил внимание, какая статистика была приведена журналистами выше. Там ни слова о спокойствии граждан не было, зато было следующее. Задержано столько-то человек, наказано столько-то. Составлено такое-то количество административных протоколов, в том числе за какую-то ерунду вроде распития пива на улице. Господа, я, например, так и не понял, какую функцию у нас полиция выполняет. Судя по озвученным данным, которыми они так гордятся и которые дает их пресс-служба, Кстати, этот орган все-таки карательный, а посему я не совсем доверяю версии ВЦИОМа о безграничном народном доверии. Впрочем, все равно с праздником, господа полиционеры. Дальше. Ну и тройка лидеров. И снова здравствуйте. Это я не вам, это я к нашему завсегдатую Красноярску обращаюсь, который на некоторое время покидал наш топ, но не можем мы друг без друга, как показала практика. Вот вы знаете, у меня иной раз закрадываются опасения, что в городе данном поселился некий вредный злодей. Имя ему вечное, не слава богу, реально вечное. Вот вам свежая история. 24 ноября. В регион неожиданно пришла зима, выпал снег. Согласен, снег в конце ноября в Сибири. Да как такое вообще возможно? И тем не менее, данное ЧП имело место. Красноярск тут же встал в пробках. 10 баллов на минуточку. В Москве такое уже не каждый день наблюдается. Благо, хоть в канун выходных дело было, а то бы еще и экономический коллапс случился. Ну, на работу-то люди бы не вышли. А в общем, нежданчик по-сибирски. Третье место нашего парада абсурда. На часах 8.15 остров отдыха стоит. Напоминаю всем, кто хочет вырваться с Пашиного, у вас это не получится. Утренний дорожный коллапс испортил настроение автомобилистам с утра. Из-за снегопада город встал в 9-ти бальные пробки. На Октябрьском мосту почищена всего одна полоса. В центре города дороги превратились в снежную массу, а на окраинах многие даже не пытались откопать машины из-под снега. За три дня в Красноярске выпала половина месячной нормы осадков. Сегодня мы недовольны состоянием уличнодорожной сети, тротуаров, пешеходной сетью. Несмотря на то, что в ночное время работа была организована достаточно эффективно, работало 122 единицы техники, но есть еще замечания. В основном эти замечания связаны с пешеходной зоной. Мы рассчитываем, что количество техники будет примерно такое же. Не, ну если речь идет о такой технике, которую вы только что видели, боюсь, Красноярск тот до весны откапывать будут. А вообще это на самом деле уже не смешно. На дворе 21 век, век высоких технологий. Метеоизменения давным-давно не шаманы предсказывают, хотя красноярские власти об этом, подозреваю, могут и не знать. Ну наймите тогда подростков, которые в курсе, и которые на ты с оргтехникой интернетом анализ прошлых лет. Проведите, глядишь и окажетесь на правильном пути следующей больной. Уникальная история произошла в середине ноября в республике Хакасия. Есть там такой поселок и вершина тёи с населением чуть более трех тысяч человек. И поселок тот отныне можно смело именовать столицей креатива в России. А случилось там вот что. Обанкротилась местная управляющая компания. Долгов ребята нахлопали таких, что даже бюджет вытащить их из ямы не в состоянии, контора муниципальная. И вот для того, чтобы разрешить ситуацию и всё-таки попробовать с долгами рассчитаться, знаете, что они придумали? Никогда не догадаетесь. Купили лотерейные билеты на все те деньги, которые у них остались. Как сообщил конкурсный управляющий бедовому по Алексею Николюк, действия коммунальщиков продиктованы пониманием того, что расчёт по обязательствам возможен только благодаря чуду. А лотерея – это шанс, хоть и призрачный. Возможно, 1 января именно тогда состоится. Розыгрыш нам повезёт, подытожил новоиспечённый Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-Бей. К слову, я бы предложил эту идею взять на вооружение федеральным министрам. Тому же Силуанову, например, Набиулиной, тоже такой ход может пригодиться в жизни, главе пенсионного фонда Дроздову, да мало ли кому. А ещё можно с казино «Вулкан» нашему государству договор заключить, ну, чтобы все яйца в одну корзину-то не складывать. Не, мне точно в правительство надо, вот же я гениальный. Ну и кто же на первом месте, не догадались? А поздравляем волгоградцев, которые уверенно всех порвали, благодаря теперь уже знаменитой землячке и депутату Госдумы по совместительству Анне Кувычко или Кувычко, короче, не знаю, депутату в кавычках, мадам обошла на повороте даже таких мастодонтов, как Поклонская и Милонов, королей российского политического юмора, а всего-то собрала по всей Волгоградской области кадетов, нарядила их в красивую форму и записала клип на песню, ставшую культовой уже после первого куплета. Даже бессмертный хит группы в воровайке «Хоп, мусорок» не взлетал на такие ротационные высоты. Предлагаю насладиться шедевром. Субтитры создавал DimaTorzok Эх, и ноги-то в пляс рвутся, и душа разрывается от переизбытка чувств. Вот так карьеру надо выстраивать. К слову, Анна, а вы б там с Натальей и Виталием-то посоветовались в Думе, может, предложите после марта данную композицию гимном сделать, ну, если уж не страны, то хотя бы вашей партии. Все равно партийная эта программа ваша примерно о том же. Как-то так, господа, таким запомнился мне ноябрь, надеюсь, и вам теперь тоже. А вот итоги декабря мы подводить не будем, потому что будем подводить уже итоги года. Хотим мы этого или нет, но он уходит в историю. В связи с чем, ребят, присылайте мне на электронную почту те прелести, которые особенно врезались в вашу память или остались, на ваш взгляд, незаслуженно незамеченными. Все. Это были Вести без Дмитрия Киселева, специальный проект реальной журналистики, парад российского абсурда, если хотите. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, вы сможете насладиться и другими топами этого прекрасного предвыборного года. Заходите, просвещайтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже чего только нет. В друзья добавляйтесь информацией, делитесь, озвучим. Вот теперь точно все, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.